Здравствуйте, дамы и господа, это FNAF VR. Мы продолжаем безудержно веселиться с нашими новыми механическими друзьями. Добрый вечер. Какой же он криповый. А что за призы? Я хочу приз себе. Я собрал три монеты, в конце концов. И вот одна из них, по всей видимости. А, нет, это дополнительная. Прямо в сувенирной лавке можно взять. Так, допустим, я хочу батончик. Или мне обязательно здесь всё выбирать. Да, я могу только баскетбольный мяч, похоже, получить. Он такой маленький. Это мой единственный друг, которого я упустил. Нет, стой. Итак, второй рабочий день. В комментариях вы писали, что я должен слушать этого моржа. Хотел сказать бомжа, но, впрочем, не важно. Наблюдать за камерами. Также ориентироваться по звуку. Слушать топот и так далее. Как вы вообще себе это представляете? Так что, если вы не можете, у тебя будет 5 секунд. А где они? Вот здесь, разумеется, безопасность я ничего такого не имел в виду. Я, возможно, уже что-то потерял. Важное прослушал, точнее. Так, ребята здесь стоят. Один уже ушёл. Особенность этого персонажа в том, что он становится активнее, когда камеры долгое время отключены. Какой персонаж! Они уже все посваливали. Так, начинается паника снова в очередной. Вас бы сюда посадить. Каждого здесь уместить в этой коморке. И каждый комментатор будет отвечать за определённое действие. Один будет слушать топот, второй будет камеры смотреть. Или вообще мужика, который проводит скоростные аукционы, сюда посадить. Мне кажется, он идеально бы вписался. Так, ладно, я в очередной раз всё прослушал. Но вроде как пока всё относительно безопасно. Так, он приближается. Один приближается. Смотрим. Вроде как никого нет. Сколько там? 79. Всякий случай. Это что значит? Не знаю, закрываю. Спокойно, спокойно. 75 процентов. Да, мы, конечно, расходуем энергию. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Один чувак. Возле лампы. Греется. Он как моль. Так, лис стоит. Там что-то улыбается. Где все остальные? Куда они, чёрт возьми, подевались? А, вот, кажется, где-то вот здесь. Да, вот, медведь этот Фредди всё стоит на одном месте. Ладно, пора, наверное, открывать двери. Иначе я израсходую всю чёрт возьму энергию. Можно в них швыряться, кстати? Не уверен. Скорее всего, это плохая идея. Так, я слушаю. Так, он здесь. Закрываем. Не знаю, зачем я. Цвет включил. Здесь никого, вроде-то. Это далеко. Лис. Лис бежит. Или что он делает? Просто уставил с нами. Ну ладно, это не важно, потому что двери я здесь закрыл. Три часа. Мне кажется, я не успею. Нам до шести нужно выжить. Так, лис стоит. Один здесь. Второй здесь. Он подходит, кстати. А где третий? Куда делся третий? Сукин сын. Не знаю. На столу, может быть, сидит. А, вот здесь вот. Он, скорее всего, вот здесь вот. Здесь только аудио доступно. Только звуковое сопровождение. Так, ну ладно. Наверное, надо все-таки открывать дверь. Как бы мне... Я слышу! Кто идет? С какой стороны? Твою мать. Здравствуйте. Добрый день. Или доброй ночи, скорее. Четыре ночи. Он там стоит. Он все еще стоит. Все, он, кажется, свалил. Так, открываем дверь. Бежит! Бежит туда! Здесь никого. Не знаю, что-то. Скрежет какой-то, скрипит что-то. Четыре часа. Двадцать девять процентов. Но Михаил Михайлович все на месте. Мне показалось, он шевелился. Так, светку черта. Я включил, блин, двадцать три процента. Еще пяти нет. Так, ну здесь вроде как больше никого. Да? Я надеюсь. Так, теперь кто-то смеется или воет. Это плохо? Это плохо? Наверное. Не знаю. Но тут кто-то есть. Так, нормально, нормально. Эту дверь мы, наверное, откроем. Блин, мне кажется, я слишком много энергию. Расходы. Четырнадцать процентов. Осталось совсем немного. Пожалуйста, дайте мне выжить. Так, ну этот стоит. Этот стоит здесь близко под дверью. Опять кто-то гогочит. Ну и весело. Мне тоже весело, на самом деле. Просто я не показываю вида. Я довольно скромный человек. Так, здесь все замечательно. Тщательно. Можно так проверять, кстати. Как вы думаете, это сработает? Там до сих пор мусор какой-то мой валяется. Так, четыре процента. Надо открывать дверь. Ну блин, как я открою дверь, если этот сукин сын здесь стоит? Ладно, просто стоим. Один процент, пожалуйста. Открываем. Ваш совет действительно сработал. Нужно лишь всего лишь слушать. Слушать его, слушать звуки, смотреть на камеру. Это отлично. Большинство людей не выживают так долго. В смысле они решают заняться чем-нибудь другим. Так, все здесь стоят. И не в том смысле, что они умерли. Я вовсе не это имел в виду. Но, скорее всего, они все-таки на кладбище. Ладненько, больше не будете найти время. Эта ночью все станет реальным. Да, и послушайте, у меня была идея. Если вдруг вас поймают и вы хотите избежать попадания в костюм Фредди, попробуйте притвориться мертвым. Отличная идея. Ну знаешь, расслабься. Есть шанс, что тогда у тебя примут за пустой костюм. Так, один уже пошел. Он здесь, он с краешкой. С другой стороны, если они подумают, что вы это пустой костюм, то ничего хорошего, наверное, не произойдет. Так, второй пошел. Идет, идет, бежит. Нет? Не знаю, куда он делся. А вот, стоят, стоят мрази. До встречи, может быть, как-нибудь увидимся. Хорошо. Полезная информация была извлечена только что из этого сообщения. Замечательно. Один уже бежит сюда. Куда он делся? Дерьма кусок. Лис появился. Ну я пока закрою, наверное, левую дверь все же. Так, ну Михаил. А, вот он. Нет, можно открывать, я думаю, только если лис не ворвется. Михаил стоит. Так, смеется, идет. Случайно свет включил. Блин, на самом деле они не торопливые. Лис вроде как быстро бежит. Выключи свет. Куда он делся? Лис на месте. Кстати, медведь теперь свалил. Не знаю, где они. Но, честно говоря, в безопасности я себя не чувствую. 60%. Жалко, тактильной отдачи нет. Чтобы я чувствовал эту кнопку. Нужны перчатки. Хотя бы с фиброотдачей какой-нибудь. Снова львет кто-то. Или смеется, я уже понять не могу. Это психоз, скорее всего. Три часа, и у нас 50%. Надо дверь открывать, честно говоря. Там вроде никого нет. Накономить. Так, вот этот вот стоит, здесь близко. Здесь аудио только доступно. Может быть, ориентироваться исключительно по звуку? Они уже не ходят бесшумно. Проблема в том, что у меня... У меня колонки. Наушники я так и не починил. Твою мать. Ну, это лис. Это лис. Я его слышал. Даже несмотря на то, что у меня колонки. Я даже понял, с какой стороны он лежит. Но я нажал, по-моему, на свет. Выключал, включал свет вместо того, чтобы дверь закрыть. Так, ладно, ждем. Давайте посмотрим, как они там втроем. Наслаждаются своим бытием. Черт, вот трубка. Ладно, давайте вырубим. Я все прослушал. Хотя сейчас можно было изучить, конечно, гитарю. Но я слишком в раздраженном состоянии. Так, вот он пошел. Один лис не высунулся. Лис, насколько я понимаю, высовывается исключительно из штор. Здесь двое. Один, так, пропал. Второй. Они здесь вместе, вдвоем. Лис не высунулся. Нормально. Отдыхаем. Так, пошел назад, что ли? Нет, видимо, сюда. Или хрен знает, где он. Ага, лис высунулся. Куда тот убежал? Не знаю, просто смылся. Скрылся в темноте. Так, не слышу, кто-то идет. Не знаю, с какой стороны. Ну, по-моему, отсюда кто-то шел. Так, ладно, лис на месте. Когда лис будет вот здесь, вот в этой камере, где он там был, или в этой камере, тогда нужно быть уже на чеку. Блин, дали бы мне дубинку резиновую. Я бы с ними разобрался. Несмотря на то, что они механические. Лис, я так понимаю, может прибежать только справа исключительно. Смотрим. Слева, точнее. Смотрим в правую сторону. Вот справа никого нет. 60 процентов. Нормально, на этот раз даже получше. Три часа ночи. Ждем. Так, вот лис побежал. У нас дверь закрытая. Все нормально. Давайте посмотрим на эту морозину. Не знаю, вроде как шкребется. Говно. Так, здесь у нас ничего. Ну, все свалили. Я не знаю, все, скорее всего, очередь просто за этой дверью. Здесь никого нет. Шума я не слышу. Будем закрытой дверью. Да, никого же нет. Здесь вот печально, что нет. Видео. Кто ноет? Твою мать. Можно вырубить все? Можно вырубить все электричество? Я бы вначале вырубал бы все для экономии энергии. И тогда потом бы я закрывал в середине где-то все двери и все. Отдыхал бы. Здесь? Или здесь? Не знаю, но что-то слышал. Какой-то шорох. На этот раз мне раньше пришлось закрыть дверь. Там лис сидит. Здесь вроде никого. Один здесь. Второй здесь нет. Они все здесь. Открываем дверь. Так, смотрим. Один. Второй. Третий где-то с этой стороны был. Да, вот он. Так, переключаем. Одни и те же камеры. Ждем пока кто-нибудь исчез. Закроем дверцу, пожалуй. Какой-то мудзончик врубился внезапно. А, нет, он здесь. Ну ладно, на всякий случай я, наверное, двери закрыты буду держать. Так, и этот исчез. Идиот, наверное. Отсветим. Я слышу, кто-то топает. Не очень понимаю. Ага, понял. Так, ладно. Стоит ли открыть эту дверь? Один у нас под дверью. Двое здесь, ребят. Да, действительно, можно открыть дверь. Один. Лис. Лис сейчас рванет, блин. Как же не хочется, чтобы он бежал. Лис, просто стой, пожалуйста. Стой на месте. Лис, прошу. Не делай резких движений. Кто-то топает, блин. Блин, у меня это в голове. Лис. Или это он на месте топать стал. Не знаю. 56%, к сожалению. Малая энергия. Ждем. Так, ну он здесь, он близко. Лис. Все еще стоит. Какой-то шум. Сразу, если слышим шум, закрываем дверь. Так, ну этот ушел, вроде-ка. Может быть, открыть правую тебя. 45% стоит, говно, кусок. Так, кто-то стучится. Я попозже с вами свяжусь. Он же не может сломать дверь? По сути, ему глаза на всех случаях. Я не знаю, кто это был. Скорее всего, лис. Да. Лис исчез теперь, кстати. Так, ладно. Откроем. Куда? У меня аж рука пропала. Здесь же точно никого нет. Откроем пока эту дверь. 30% блин, еще 3 часа сидеть. Мне приятно. Куда все подевались? Идет кто-нибудь? Я слышу топот. Ага, с этой стороны. Блин, ну все, ГГ похоже. Я не знаю, как выжить в этой ситуации. Да, он здесь. Просто чекаем. Ну я, наверное, услышать должен. Хотя он свалил куда-нибудь. Он сдриснул куда-нибудь. Нормально, нормальная реакция мангуста. Ну здорово, здорово. Ребята окружили меня. 4 часа, 15% осталось. Ты ушел, дерьмо собачье. Я надеюсь, что ты... Не, нажмите, пожалуйста. Спасибо. Не ушел. Ну, прекрасно. Что я могу сделать? О, ушел. Свалил. Могу сделать лишь только вот так. 7% Еще 2 часа. Но я не выжил. Я не выжил. Еще стоит. Нет. Будем надеяться... 5% И будем с открытой дверью надеяться на то, что нам хватит энергии. Но очень вряд ли. Закрыть я сейчас дверь себе позволить не могу. Так что я закрою себе глаза. Ладно, пока лиса нет, я буду помог... Ну, вообще он есть, конечно. Я буду помог всем экономить. Слушать шаги. Иногда включать свет. Так, кто-то идет с этой стороны, по-моему. Где он уходит обратно? Нет. Стоит. Глазеет. Зараза. 77%. А кто топает тогда? Стой на месте, братан. Так, ну лис отдыхает. Это хорошо для нас. 2 часа ночи. 70%. Уже лучше. Ну, вроде как, чем в прошлый раз. А может быть и нет. Так, этот ушел назад. Открываем двери. Лис. Вот лис уже готов идти. Так что нужно в скором времени закрыть себе левую дверь. Здесь никак не сэкономить. Хотя не знаю, сколько лис еще может там продержаться. Так, ну лис еще не бежит. 59%. Побежал? Побежал! Эта работа напоминает мне мою практику. Я тоже сидел, мониторивал. И иногда кто-то врывался без стука. Это был как скример. Короче, нужно будет заранее закрыть левую дверь. Чтобы спасти себя от лиса. Так, ну вроде никого и нет. Ну, шум какой-то присутствует. Это кто бубнит? На всякий случай. Но лис даже еще не здесь. Нет, думаю, я рановато. Поторопился 79%. Уже час. Кто-то начал петь, и меня это напрягло. Так, вот лис уже готов почти. Считайте до 15. И все, он побежал? Нет? Не знаю. Я закрою. Короче, закрываю эту дверь. И этот мразь стоит. Ладно, открою. Но буду держать палец. Как только моргнет экран, я сразу закрываю. Этот стоит еще. Что-то щелкнуло. Шагов не слышу. Палец на спусковом крючке. Ну? Стоит, зараза. Так, это душо вроде как. Ладно, закроем эту дверь. Да, это душо моргнуло как раз вовремя. Так, открываем тогда правую. Все, вроде как утопал. А здесь пока никого. Ладно, не буду я открывать дверь, наверное, несмотря на то, что 45%. Блин, рядом. Рядом этот индюк. Будем ждать, пока он начнет топать сюда. Мы закроем дверь. Потом открываем левую. Так, все, топает. Вот он, да. Здесь уже как он быстро появился. Так, свет был выключен. 35%. Закрываем. Ну все, до свидания. Помните обо мне только хорошее. Я был первоклассным охранником. Ты ушел? Вряд ли. Стоит там, скорее всего, 4 часа 26%. А этот вроде как ушел. Да, этот свалил. Так, открываем дверь. Но медведь здесь близко. Сейчас он придет. Целую очередь выстраивается ко мне. Так, ну ладно, он пока стоит. 19%. Он все еще стоит. Я смотрю на себя. Готов закрыть дверь. 16%. Давай, 6 утра. Так, он пошел. Или нет? Нет, он не пошел. Стоит. Кто на другой? Как ты обошел? А, ну видимо, вот как раз-то, когда они сквозь друг друга проходят, такое дерьмо и получается. Так, ладно, здесь никого нет. 6% пожалуйста. Пора. Ни хрена не видно. Идет он? Не знаю. 2%! 6 утра. Идет. Ну пока он идет, идет. Все, закрываю. Подходит? Твою мать. Так, индюк здесь. Еще кто-то топает. Зайд здесь, медведь здесь. Индюк стоит. Смотрим на этих ребят, наблюдаем за ним. 82% сейчас, ночь. Блин, я, честно говоря, рассчитывал, что я сумею выбраться. Опять музыку кто-то выбил. Так, индюк снова пришел туда-сюда. Бродит. Замечательно. 2 часа ночи. Сейчас, наверное, побежит и лис. Нет? Ну он готов. Он уже готов бежать. Быстро он ушел. А, видимо, он здесь был. Все это время я его просто не увидел. Так, стучится. Ну здорово, на этот раз меня они просто окружили. И я должен расходовать энергию нон-стоп. Уходи, братан. Он ушел. Ушел вроде как. И где после этого справедливость? Так, ну все. Вроде как, наверное, можно открывать и эту дверь. Тишина. 45%. Так, индюк идет. Он медленно идет. Главное, лис не скоро появится. Идет. Идет. Слева пока ничего. 3 часа у нас всего лишь 42%. Так, все, он пошел. Закрываем дверь. Здесь вроде никого. Да, это же он шагает. Да. Черт, в терминатор. Так, 3 часа. Кто-то сюда идет, по-моему. Нет, заяц здесь стоит. Так, этот уходит? Нет, стоит еще. Заяц рядом. 4 часа. 30%. Мне сейчас две двери, скорее всего, придется закрыть. Этот индюк сейчас стоит. 30% ровно. Так, все, пошел, да? Да, пошел. Правда, я его пока особо не вижу. А, блин, так я тоже много расхода энергии, мне кажется. Чуть не знаю, куда он делся. Музыка. Так, здесь никого. Открываем эту дверь. Здесь никого. Да. Мне уже начинает казаться, что они здесь. Прямо перед моим лицом. Ну, индюк стоит, отдыхает. 18% в 5 часов. Я уже готов закрыть все двери, честно говоря. Идет. Так, а здесь есть кто-нибудь? Мне кажется, 13% нам хватит с закрытыми дверями. Может быть, не стоит расходовать энергию еще? Задействую свет. Включаю. Просто ждать. Просто посидеть. 8% должно хватить. Если мои расчеты верны, то должно хватить. Я еще эту дверь открою, как только он уйдет. Блин, мне кажется, уже не хватит. 2%. Ладно, открываем дверь. Ну, твою мать, чуть-чуть не хватает. Они меня просто со всех сторон окружают. И я ничего сделать не могу. Не могу открыть дверь даже. А, все. Я спасен. Я все-таки сумел. Я все-таки справился. Я уже не верил, на самом деле. Но мы сделали это. Все, еще веселитесь. Приятно это слышать. Да, веселей хоть отбавляй. Все, это все комментарии. Здорово, здорово. Подбодрили меня, знаете. Даже как-то хочется еще поработать. Но в следующий раз. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Продолжение следует.